МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». У нас гостя заместитель управляющего отделения Пенсионного фонда России по Рязанской области Ирина Шетова. Здравствуйте! Здравствуйте! Все обсуждают пенсионную реформу, она вызвала большой ажиотаж, абсолютно различные мнения. Расскажите, пожалуйста, когда нам ждать изменения, когда они вступят в законную силу? 3 октября текущего года президентом России был подписан закон о внесении изменений в отдельные законодательные акты назначения и выплаты пенсии номер 350 ФСН, который как раз и обозначил самые глобальные изменения пенсионного законодательства в честь повышения пенсионного возраста. Законодательством с 1 января 2019 года предусмотрено право выходить на страховую пенсию по старости мужчинам при достижении возраста 65 лет, а женщинам при достижении возраста 60 лет. С учетом переходных положений, которые продлятся у нас 10 лет и вплоть до 2028 года. Если говорить о льготах, которые ранее были предусмотрены для отдельных групп населения, в основном это бюджетники, врачи, учителя, вот сохранятся ли они и будут ли здесь какие-то изменения? Если сказать о гражданах, которые будут претендовать на досрочный вид пенсионного обеспечения, прежде всего следует отметить категорию лиц, которые осуществляют трудовую деятельность во вредных, опасных, тяжелых условиях труда. Это список 1, список 2, за которых страхователи, за эти граждан выплачивают еще дополнительный тариф страхового взноса. Для данной категории граждан возраст выхода на пенсию, требования к страховому стажу, стажу на соответствующих видах работ не меняется. Также не меняются условия назначения пенсии для граждан, которые выходят на пенсию по социальным мотивам. Это многодетные мамы, которые родили 5 и более детей. Это родители мати, отец инвалидов детства. Это инвалиды первой группы по зрению. Для данной категории также не изменится требование выхода на пенсию досрочно. Если мы будем рассматривать категорию граждан, педагогические, медицинские, творческие работники, требования к стажу на соответствующих видах работы не изменились. Это 25-30 лет. Изменилось условие, которое будет давать отложенное право выплаты этой пенсии. То есть право на установление этого вида пенсии будет одной датой. И чуть позже будет уже определена дата выплаты пенсии. Например, если педагог выработал педагогический стаж на 2021 год, то право на выплату получит он в 2024 году. То есть выплату пенсии он будет получать именно в этот временной период. Вы уже упомянули такое понятие, как стаж. Еще есть баллы. Это тоже новинка. В 2015 году только россияне с ней познакомились, и рязанцы в частности. Что касается баллов. Как здесь будет меняться ситуация? Сохраняются ли они? По какому принципу теперь будут начисляться? Важно отметить, что сохраняются три параметра, которые будут определять условия назначения пенсии. Первый – это возраст. Второй – это стаж необходимый. И третий – это количество баллов. По стажу у нас требования в 2018 году 9 лет. В 2019 году это будет уже 10 лет требования по стажу. И так до 2024 года. Если мы говорим о бальности, то в этом году требования по наличию баллов – это 13,8. В следующем году эта величина увеличится, составит 16,2 балла. Потребуется, чтобы установить вид пенсионного обеспечения, страховая пенсия по старости. А что же такое балл и как его посчитать? Балл – это рассчитываемая величина, которая зависит от заработка, который получает гражданин официально. И, соответственно, с этого официального заработка страхователь уплачивает страховые взносы. 16% для лиц моложе 67-го года рождения. Вот эта сумма страховых взносов делится на сумму страховых взносов с максимальной налогооблагаемой базы. Далее это числовое значение умножается на 10 и получаем сумму баллов, заработанную за год. И впоследствии при установлении права на страховую пенсию по старости, количество баллов суммируется за все периоды трудовой деятельности. Получаем итоговую сумму баллов, которая умножается далее на стоимость балла. В этом году у нас составляет 81,49 рубля. И, соответственно, мы получаем тогда исходное выражение – это страховая пенсия по старости. И к этому значению прибавляется еще фиксированная выплата к страховой пенсии по старости. На текущий момент она составляет 4,982 рубля. И зависит от определенных обстоятельств – это наличие нетрудоспособных членов семьи, возраста гражданина и так далее. Вот так складывается размер пенсии на текущую дату. Вы упомянули 16 баллов, но звучит немного. Небольшая цифра. Это небольшая цифра, да. Можно ее заработать за всю трудовую деятельность, 10 лет стажа. И в конечном итоге к 2025 году с учетом переходных положений мы придем, что право на пенсию будет определяться при наличии 15 лет стажа. И величина баллов составит 30. Это минимальные требования, которые будут определять право на страховую пенсию по старости на общих условиях. То есть просто 10 лет стажа и все? 10 лет стажа. Дальше идет расчет больности. И как бы третий критерий – это возраст. Все вот эти три компонента влияют на право. Но у нас есть и вторая часть пенсии – это накопительная. С ней тоже было очень много рассуждений, куда обращаться в государственные фонды или в коммерческие. То есть призывали, чтобы она работала, чтобы она не просто лежала. Как с этой частью сохранится ли она как понятие и как ей распорядиться можно будет? Кроме установления страховой пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению, существуют накопительные пенсии, которые назначаются в рамках 424-го закона о накопительных пенсиях. И данный вид пенсионного обеспечения уже зависит от средств пенсионных накоплений. С чего же они могут складываться? Они складываются следующим образом. Это платежи, которые отчисляет страхователь за каждое застрахованное лицо. Мы уже поминали, что это 16% от получаемой зарплаты. Это могут быть платежи добровольные. То есть кто участник программы государственного софинансирования. Также владелец и сертификатов на материнский капитал могут направить данные средства на установление накопительной пенсии. Для того, чтобы определить вид установленной пенсии или вид выплаты средств пенсионных накоплений, производятся определенные математические действия. И могут быть установлены три вида. Один из них вернее. Либо накопительные пенсии, либо срочные выплаты, или единовременные выплаты. Вот данное законодательство 424 федеральный закон, который регулирует установление накопительных пенсий, оно не претерпело изменений. И граждане будут иметь право назначить данный вид пенсионного обеспечения при достижении возраста 55 лет женщины и 60 лет мужчины. Путем подачи заявления будет определяться сначала право на страховую пенсию, а далее определяться право на вид выплат и средств пенсионных накоплений. Если говорить о тех людях, которым только предстоит выйти на пенсию, изменения коснулись их, у нас сейчас шаг будет постепенно увеличиваться. Какие льготы предусмотрены сейчас для них? То есть президент говорил о том, что будет постепенно формироваться, что мы не будем лишать тех людей, которым год-два осталось до пенсии, того, что мы им обещали, на что люди уже рассчитывали. Как здесь сложится ситуация в ближайшее время? С учетом предложений президента, граждане, которые будут уходить на пенсию в ближайшие два года, возраст выхода на пенсию будет снижаться на полгода от возраста, который предусмотрен новым пенсионным законодательством. Например, женщина, родившаяся 20 января 1964 года рождения, реализует свое право на страховую пенсию по старости 20 июля 2019 года. У кого день рождения во второй полугодии 2019 года, граждане реализуют право выхода на пенсию уже во втором полугодии, в первом полугодии 2020 года. И это является таким бонусом, переходным положением для этой категории граждан. Какие еще льготы предусмотрены новым пенсионным законодательством? Впервые в законодательстве о пенсиях будет представлено право досрочного выхода на пенсию для граждан, которые имеют длительный стаж работы. Для женщин это 37 лет стажа работы, а для мужчин это 42 года работы. В данном случае, если это условие будет соблюдено, то право возникнет на 2 года раньше выйти на пенсию. Также новые нормы, предусмотренные досрочного выхода на пенсию для женщин, которые родили и воспитали до 8 лет 4 детей. То есть данная женщина может претендовать на установление пенсии в возрасте 56 лет, а женщина, родившая 3 детей, может быть установлена пенсия при достижении возраста 57 лет. Также с января 2019 года в рамках исполнения законодательства о пенсиях будет предусмотрен такой вид выплат, повышенные фиксированные выплаты жителям села, которые отработали в селе не менее 30 лет на определенных профессиях, на определенных производствах. Им будет повышена фиксированная выплата в размере 25% от фиксированной выплаты. То есть это что касается Рязанской области, да, как раз? Да, да. Таких граждан в результате проведенной инвентаризации действующих баллов где-то около 10 тысяч могут получить вот эту прибавку с 1 января 2019 года. Вы уже упомянули трудовой стаж 37 лет. Можно ли начать официально трудиться до 18 лет? Или законно предусмотрена именно точка отсчета 18 лет и далее? Нет, законодательством не предусмотрено такой точке отсчета. Можно трудиться в рамках законодательства, которое регулирует именно трудовые отношения. Соответственно, если будут правильно оформлены трудовые отношения, и официально это заявлено заработная плата, то стаж может пойти с 16 лет, если это никак не ущемляет права гражданина, гражданина, который еще несовершеннолетие не достиг, 18 лет. У нас эти некоторые вузы могут пойти в зачет такого трудового стажа, правильно? Нет, мы говорим о длительном трудовом стаже. То есть это только работа, включая больничные листы. Иные периоды, к которым относится уход за ребенком, служба в армии и такой период, как учеба, здесь не учитывается в этом длительном стаже. Раньше было такое понятие, как разрыв трудового стажа. Есть ли оно сейчас? То есть когда человек покидал одно место работы, и через 2-3 месяца только устраивался на следующее. Есть ли сейчас такое понятие? Понятие непрерывного трудового стажа было в рамках законодательства 1956 года. Это закон о государственных пенсиях. Сейчас такого понятия не существует. Сейчас все сведения отражаются на индивидуальном медицинском счете гражданина в виде стажа, в виде больности. Естественно, введение очень интересует тех, кто уже вышел на пенсию. Будут ли какие-то здесь повышения, коэффициенты, бонусы? Что-то ждет эта категория населения? Хотелось бы отметить, что с учетом изменений в законодательстве не коснуться изменений определенной категории пенсионеров. Это инвалидов, получателей пенсии по случаю потери кормильца. То есть данная категория граждан не зависит ни от возраста, ни от стажа. Здесь другие социальные мотивы, по которым устанавливается этот вид пенсионного обеспечения. Если мы говорим о повышении, которое планируется уже произвести с 1 января 2019 года именно для неработающих граждан, получателей страховых пенсий, что здесь следует отметить, что процент индексации будет выше роста темпов инфляции, и он составит чуть более 7%. То есть все это уже определено, и прибавку такую мы сделаем для жителей нашего региона, в целом, как и для всех граждан страны, для получателей пенсий страховых, с 1 января 2019 года. То есть это тот процент, который идет на всю часть пенсии, там же есть основная часть, повышающие какие-то коэффициенты, бонусы? Как такового процента увеличения в законодательстве не предусмотрено. У нас повышается стоимость пенсионного коэффициента, из-за этого увеличивается страховая часть пенсии, увеличивается сама фиксированная выплата, и путем математических преобразований получен процент 7. 7,05, если быть четким. Спасибо вам большое за интересный рассказ. Спасибо вам. Очень подробно и уверена, что наши зрители теперь поняли все, и у них больше не будет вопросов по пенсионной реформе. А нашим зрителям я напомню, что в гостях у нас была Ирина Ашитова. До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова